ребята всем добрый день или добрый вечер всем кто меня смотрит сегодня мы рассмотрим как работать с Adobe Photoshop 2017 года и непосредственно как сделать вот такую вот оформить заставку с такой надписью или любой надписью которую вы захотите для своего видео которое будете загружать в YouTube или еще куда-то ну ну что ж поехали сворачиваем Photoshop если кто-то не знает с каким Photoshop я работаю в конце видео я оставлю ссылку ну точнее в конце видео вам предоставит ссылку на скачивание Photoshop уже с лицензией навсегда и его пошаговая установка от загрузки с какого сайта и я его скачал как я его установил и что немало важно как я его активировал для того чтобы он у меня работал и не выбивало через семь дней его оплатить или купить ну что же что мы делаем есть у вас видео например которое вы записали вот у меня это видео с игры мы включаем ищем подходящий момент под него который подходит непосредственно именно вам или чтобы вы хотели чтобы зритель видел на ютюбе заставку к видео ну вот например мы возьмем вот эту вот часть сейчас вот мне понравилось именно вот это вот часть сейчас вот отсюда все мы нажимаем на на клавиатуре print screen это идет сейчас покажу вам где вот у меня клавиатура идет вот print screen вот она находится вот это вот кнопочка мы жмем на нее все опускаем опустили все ждем сейчас камеру чуть-чуть поправлю все сворачиваем свое видео заходим в paint сейчас смотрите на экране что я не делаю paint заходим в paint и здесь нажимаем на вот эту вот кнопочку вставить вставить все видео которое вы непосредственно с вашей с вашего видео сделали это скриншот вы его вставили в paint что мы делаем дальше мы его вот так обрезаем сейчас чуть чуть не так сделал заходим еще раз мы его отсюда удаляем заходим еще раз наше видео делаем его на весь экран вот нажимаем на кнопочку на весь экран после этого мы нажимаем print screen тут то что я разворачивал клавиатуру и теперь вставляем в paint нажимаем вставить все вот теперь у нас отличная получилась картинка если где-то надо мы ее чуть-чуть растягиваем или уменьшаем как нам не все отлично нажимаем файл сохранить как сохраняем на рабочий стол подписываем ну например например давайте подпишем так картинка для photoshop все сохраняем формат сохранения по умолчанию открываем наш photoshop сейчас я этот закрою показываю с нуля открываем photoshop еще раз напоминаю ссылочка на скачивание и полный обзор где я скачал видео как его активировал будет в конце видео открываем фотошоп здесь нажимаем создать и здесь мы выбираем ширину и высоту ставим ширина 2560 и высота мы это все прописываем ручками 1440 на клавиатуре все нажимаем создать все перед вами открывается вот такая вот иконочка для того чтобы ее приблизить или отдалить вы зажимаете на клавиатуре кнопку alt зажали и колесиком вращаете вперед назад картинка естественно ваша удаляется или приближается что мы делаем теперь сворачиваем в такое окошко и нашу картиночку для фотошопа мы просто перетягиваем сюда перетянули открываем и растягиваем под наши размеры растянули вы с качеством не пугайтесь нажимаете после того как вы растянули картинку вы нажимаете на клавиатуре enter все отлично и качество как вы видите не ухудшилось после этого как нам сюда вписать какой-либо текст вы нажимаете вот на иконочке слева буковку т нажали ее и вставляете два раза кликаете на картинку где вам необходимо что-то написать и после этого здесь например пишем текст я скопирую с игры сразу чтоб не печатать и нажимаем вставить смотрите чтобы его переместить вот тут вы вы выделяете весь текст и вот на экране появляется вот такой вот значок как у меня вот черненький вы нажимаете левой кнопкой мыши и после этого перетаскиваете по экрану куда вы хотите чтобы растянуть вот эти вот буквы вы зажимаете на клавиатуре control отображается вот такая вот иконочка вот и за уголок вы растягиваете до того формата или той ширины которая вам необходимо растянули опять поправили чтобы она по центру было смотрим как оно выглядит ну вроде бы подходит что мы делаем если хотим изменить сам шрифт вот в верхней панели мы выбираем шрифт один вот смотрим как оно выглядит шрифт второй наклонным можете тут в принципе поиграться кому как так чтобы отменить какое-то действие жмем редактировать отмена что это оно такое выбилось непонятное мне выделяем текст еще раз и для меня подходит это вот этот шрифт все он подошел теперь как же его с редактировать сейчас я чуть-чуть удалю иконка со мной мешает показать нам панели что мы делаем дальше вот здесь на панели с с слоями мы нажимаем непосредственно на нашу надпись вот mount and blade и жмем сюда на fx и выбираем параметры наложения выбрали все перед нами открывается такая иконочка тут все очень легко если посидеть полчаса по нажим мать то вы поймете какой параметр за что отвечает ну поехали обычно для текста можно выбрать сразу выполнить обводку здесь размер обводки вы видите как оно сразу меняется на в фотошопе вот это сильно много нам чуть-чуть буквально оставляем на 8 вот тут положение из центра внутри или снаружи мы выбираем снаружи цвет чтобы выбрать цвет вводите по экрану выбираете себе цвет ну например давайте оставим вот такой нажимаем ок тип обводки так же тут можете выбрать градиент вот тут мы можем выбрать угол ставим 0 оно вот так переливается там 45 минус 90 или плюс 90 можете выбрать себе как оно подходит вам можно оставить таким образом внутреннее тень непрозрачная прозрачная прозрачная угол так же самое наклон тени отображается потом внутреннее свечение но оно в данный момент оно нам не надо наложение цвета так же само нам не надо это из этого всего я выбираю внешнее свечение вот внешнее свечение здесь мы выбираем шумы выставляем и цвет какой непосредственно будет сзади ну например можно оставить этот цвет размах его вот мы увеличиваем уменьшаем можно оставить вот такой где-то вот так диапазон и колебания все регулируете на ваше усмотрение как кому нравится ну из этого всего то все нажимаете ок все у вас готова вот такая вот надпись теперь как это сохранить нажимаем файл сохранить как и выбираем в формате не photoshop а вот jpeg нажимаем jpeg теперь подписываем файл 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 один и нажимаем сохранить здесь мы выбираем качество я выбираю по умолчанию то есть стандартный нажимаем ок все мы сохранили теперь открываем наш файл один который сохранился все вот такая вот картинка у нас получилось вот и все все всем спасибо надеюсь все поняли не сложно если будут вопросы задавайте в комментариях с удовольствием отмечу все всем пока